PlayStation Vita крайне спорная прототивка. На своё время это была достаточно производительная консоль, способная вывозить вполне себе графонистые игрушки. Также она пыталась выделиться инновационностью и предлагала достаточно интерактивный игровой опыт. Способствовало этому наличие сенсорного экрана, задней панели, гироскопа и камеры, которые активно использовались в некоторых играх. Казалось бы, отличное развитие идей легендарной PSP. Однако, как бы это ни было печально, ей было не суждено обрести величие своей младшей сестры. Почему так? Тут мнение расходится. Одни винят в провале слишком высокую цену на приставку и аксессуары к ней, другие предполагают, что Vita не вывезла конкуренцию с мобильным геймингом, но это уже не важно. Несмотря на то... Не, в то же время 3DS продавалась охуевшими тиражами, поэтому нет, типа валить на мобильный гейминг вряд ли стоит, потому что PS Vita проебалась конкретно из-за цены, насколько я помню. Ну, из-за того, что Sony особо игры на неё не выпускала. То, что приставка умерла ещё в младенчестве, на ней успело выйти достаточно много интересных игрушек. Вспомните тот же Uncharted Golden Abyss или же эксклюзивный килл... Проблема с Uncharted Golden Abyss была в том, что портативные игры, как правило, рассчитывались на долгое время в поездках, или, ну, типа, что ты её проходишь там долгое время, да, там Monster Hunter всякие, Metal Gear Solid Peace Walker, который там, блядь, на сотни часов. Uncharted Golden Abyss — это игра на 8-10 часов геймплея, ты её проходишь, и там нет ни мультиплеера, ничего. Это просто мёртвая игра. То есть ты покупаешь, проходишь её, она стоила тогда, по-моему, 50 или 60 долларов, и у тебя бесполезный картридж. Я помню, весь Авито был закидан ёбанными Uncharted'ами, потому что эта игра для портативного формата не подходит. Потому что в портативе нужны короткие миссии или что-то подобное. Эта игра максимально просто уёбищной была для портативного формата. Хотя сама игра, ну, как по отдельности, это действительно знаковый проект для портативных игр был на своё время. И если сегодня у вас вдруг появится желание поиграть в эти тайтлы, то вам придётся неплохо так раскошелиться. Да, лоты с Витой на Авито порой улетают за 20 тысяч рублей, хотя в среднем за десяточку сможете спокойно найти. И даже так комфортным опыт игры на устройстве сейчас назвать сложно. Тому виной очень... Я на ней Borderlands 2, блядь, прошёл. Это блухи, обещано. ...чуть низкая по современным меркам разрешение экрана, регулярно проседающий фреймрейт и достаточно неудобные стики с кнопками. И вот, как рыцари на белых конях, в наш разговор врываются ребята с гитхаба, выпустившие в январе 2018 года эмулятор Vita 3K. Правда, в те годы он мог еле как со скрипом запускать пару простеньких игрушек. Однако, время шло, общими усилиями программа дорабатывалась, и сегодня с её помощью эмулируется достаточно обширная библиотека игр. Я прогу установил, потестил, так что настало время рассказать вам, как на сегодняшний день обстоят дела с эмуляцией столь интересными. Я на ней только Tekken 5.6 проходил, так Tekken 5.6 это PSP-шные игры по обратке просто работают. ...кресные портативки. Да, 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 все вспоминают на PSV-ту именно Persona 4 Golden, то есть одной из самых успешных игр на PSV-та был ремастер игры с PS2. Также я помню охуенные Metal Gear Solid HD Collection, тоже ремастер игр с PS2. И там была уёбищная Call of Duty, но из-за того, что это была Call of Duty, она стала самой продаваемой игрой на PSV-те. Следует начать с настройки программы, ибо в случае с некоторыми эмуляторами это тот еще квест. Однако в контексте Vita FreeKey установку можно назвать легкой прогулкой. Тут все невероятно просто. Да, я прошел портум лопс. Качал экзешник, запустил, перешел по прямым ссылкам прямо из приложения, накатил прошивку и набор шрифтов, и вуаля, прога полностью готова к работе. Что забавно, интерфейс эмуля практически дословно повторяет менюшки эмулируемого устройства. Тут тебе и стартовый экран, и раздел с достижениями, и настройки, и даже пользовательские темы накатить можно. Бля, ебать, ностальгия, когда все это вижу. Очень приятный мелочь, особенно учитывая, что большинство других популярных эмуляторов внятным и удобным дизайном похвастаться не могут. Разочаровывает разве что отсутствие анимации, но, думаю, со временем их добавит. Также не могу не отметить очень приятный юзер-экспириенс. Это касается как вышеупомянутых ачивок, так и возможности прямо из программы выйти на сайт разработчика и чекнушку поддерживаемых игр. Однако, не все так хорошо, как хотелось бы. С установкой игр придется побазиться. На Бакану я смотрел, дюрора нет. Дело тут вот в чем. Опасаясь юридических и судебных разбирательств в Sony, ребята настроили эмулятор таким образом, чтобы он мог поддерживать только лицензионные образы. Как это работает? Короче, предполагается, что ПК-бояре будут самостоятельно делать дампы образов со своих картриджей. Именно поэтому при установке игры в формате PKG у вас попросят уникальный лицензионный ключ, который я вообще хз откуда брать. Но на самом деле это не то чтобы большая проблема, так как распакованных дампов в сети пруд пруди. Если бы я был пиратом, я, скажем так, их качал, запаковывал в зип-архивы и скармливал эмулю. Но я же не пират. Угу, честно. Так что никогда так не делайте. Я такой подход категорически осуждаю. Покупайте дамперы, катриджи и самостоятельно ебеки... Блять, это так странно, видеть интерфейс PS Vita, но управляемой мышкой. ...с установкой одной игры по паре часов. Так будет правильней, надежнее и по закону. Да. Но хватит уже об установке, о программе. Вы же сюда пришли посмотреть, как на всем этом деле работают игры. Ну, мягко скажем, не без проблем. По другой причине. Будучи стартовым тайтлом... Менюшка у Vita не очень. Ты, сука, охуел. Охуел, чел. Чел. Это произведение искусства. PS Vita, гэнг. У них была вот эта вот своя атмосфера. PS Vita была не просто устройством для игр. Это портативная консоль из времен, когда портативка была прям душой. У нее была своя вот эта вот душа, понимаешь? Вот эта вот музыка. Сейчас нихуя нет музыки уже на портативках. На Nintendo Switch'е даже музыки никакой нет. Ладно, окей, у меня сейчас... Я сдохну сейчас от аутизма. От внутренней студии Sony игра активно использовала все хайден гем-фичи портативки. Это касается как банального гироскопа на пару с сенсорным вводом, так и более интересных штук, типа задней сенсорной панели и даже камеры. И вот, на камере предлагаю остановиться поподробнее. Дело в том, что на одном из уровней игры вас попросят насквозь просветить кусок бумаги, дабы на нем проявился скрытый текст. Как это сделать, все просто. Вам нужно в реалайфе поднести портативку к яркому источнику света. И именно этот момент меня интересовал в первую очередь при тесте Uncharted'а на эмуляторе. Каким таким образом разработчики обошли столь трудную по меркам эмуляции задачу? Может, они попросили подрубить компьютеру вебку и посветить... Там еще же были приколы. Была игрушка TierWay, где на заднем сенсоре, там была задняя сенсорная панель, нужно было пальцем водить, и твой палец в игре появлялся и типа что-то делал. Не знаю, как это можно на эмуляторе сделать. И фонариком. А возможно, они написали скрипт, который и вовсе скипает эту головоломку. И серьезно, друзья, вопрос очень интересный встал. В том числе из-за того, что Sony и сами не придумали, как его решить. При порте Анчика на приставку PS-TV. Да, если вдруг кто не знал, в 2013 году японская корпорация выпустила домашнюю мини-пристанку с начинкой и играми, как у Виты. И она тупо не запускала Golden Abyss по вышеозначенной причине. Ну и еще из-за того, что Sony считала технически невозможным встроить в стационарку поддержку гироскопа из доулшока. Забавно, что разломав PS-TV и накатив пару фанатских патчей на игру, гироскоп начинал исправно работать. Но... Что-то мы отошли от темы. О чем это мы? Эмулятор. Выбрав метод рендеринга Vulcan и поставив родное разрешение, вы сможете без особых проблем запустить спин-офф о похождениях Дрейка. И работает он, на первый взгляд, практически идеально. Стабильные 30 кадров, отсутствие инпут лага и артефактов не дадут соврать. Но... Камон, ребята. Играть с резолюшном 960 на 540 то же самое, что себя в глаза насиловать. Так что я первым же делом полез в настройки, чтобы поставить хотя бы пресловутое Full HD. И тут меня посетили первые проблемы. Картинку начало лютейшим образом артефактить. Такое ощущение, что Дрейк наелся каких-то не тех грибочков. И ему бы сейчас лучше водички попить и отлежаться, а не по уступам прыгать. Естественно, я сразу же полез на гитхаб, дабы узнать, как все это пофиксить. И решение оказалось невероятно простым. Всего-то нужно запустить игру в разрешении 4800 на 2720. А это, между прочим, почти 5К. Но даже так игра выдавала все ту же стабильную 30-очку. Ебать, кстати, я не думал, что когда-нибудь увижу эту игру в таком охуенном разрешении. ...феймрейта. Можно, конечно, подзапариться и накатить патч на... Ебать, это выглядит охуенно. ...60 фпс, но мне было лень с этим разбираться. Да и кому это нужно. Хотя, ладно, надо было, но не лень. Но даже с такими настройками Uncharted очень сильно преображается. Скажу честно, ни разу бы не подумал, что когда-нибудь увижу эту игру настолько красиво. Да, местами текстурки мыльные, тени шакальные, а вот эти вот ПНГшные пиз... Бля, ладно, окей, я... Блядь. Ну, типа, на маленьком экране с маленьким разрешением вот эти ПНГшные виды, конечно, выглядели... По лупу более убедительно. Даже сильно в глаз... Это пиздец. ...забросается, но, чёрт побери, это игра со слабенькой портативки 2011 года выпуска. А по графону я здесь вижу уверенный уровень PlayStation 3. По управлению тут тоже всё более или менее гладко. Гироскоп 4-го DualShock определяется замечательно, а сенсорный ввод перенесён на переднюю панель геймпада. Но только использовать его, по правде говоря, не очень удобно. Тут-то на помощь и приходит мышка, которой я и проходил все эти интерактивные сегменты. В общем, с определённой долей комфорта проходить игру можно. Было бы, если бы не ряд нюансов. Во-первых, начиная со второй главы, в игре очень сильно начинает дребезжать звук, так что приходится его отрубать, дабы не оглохнуть. Но это, можно сказать так, мелочь. Более весомой проблемой является то, что Дрейк не может умереть. Ну, технически застрелить герою могут, однако нас по какой-то неведомой причине не отбрасывает на чекпоинт, и Дрейк попросту продолжает бесконечно лежать на арене. И, по всей видимости, эмулятор пока не научился работать с сохранениями в этой игре, так как при перезаходе нас всегда закидывает на самое начало первого уровня. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я принял все эти нюансы и решил затрайхардить игру с первой попытки. Но к моему огромному разочарованию, в одном определённом месте Golden Abyss вылетает. Но я не сдавался. Блядь. Впервые попытался перепройти уровень в родном разрешении. Увы, та же проблема. Далее я полез искать в сети сейвы, дабы скиднуть этот фрагмент. Но по какой-то причине игра отказывается их видеть. Короче, как бы я ни старался получить ответы на вопрос, как же здесь пройти головоломку с просветом записки, у меня не вышло. К сожалению, на данный момент пробежать игру целиком возможности нет. Хотя, возможно, я тупой, и вот вы знаете, как это сделать. Так что обязательно напишите в комментариях. Примерно такая же ситуация возникает, когда мы говорим про прохождение... Ой, бля, и в киллзоне это вообще нереально, там столько вещей с сенсором. Я думаю, что и вообще невозможно пройти. ...киллзоны на эмуляторе. Тут вообще всё просто. После начальной катсцены игра уходит в чёрный экран. Такая же проблема наблюдается и у эксклюзивных Little Big Planet, Silent Hill Book of Memories и Майнкрафта, в конце концов. Есть игры, которые чувствуют себя немного получше, но при этом всё равно остаются неиграбельными из-за графических артефактов. В этот список входят эксклюзивные Resistance, Call of Duty Declassified и легендарный Сорванец. И вот за последнюю игру по-особенному обидно, так как это была одна из тех игр, которая активно юзала заднюю сенсорную панель прототивки. Для тех, кто не знает, в Сорванце нам предлагали управлять персонажем, касаясь этой самой панели. Визуализировано это было так, что вы как бы протыкаете игровую локацию пальцем и таким образом оказываете влияние на геймплей. И словами не передать, как же мне хотелось узнать, каким образом эту фичу реализовали на эмуляторе. Но, увы. Но неужели все эсклюзивы чувствуют себя так плохо? Нет, дорогие друзья. Тут, как и в любом из правил, существует исключение. Я, кстати, удивлён, что Sony никогда не переносила голода на бис никуда больше. Мне кажется, им просто впадлу было. Господа, Gravity Rush. Возможно, вы помните её. Игра была очень необычным пространственным платформером с аниме-тяночкой в главной роли. Киллер фичи проекта была возможность управления гравитацией. По нажатию одной кнопкой героини взмывало воздух, а для её перемещения в пространстве использовался встроенный в портативку гироскоп. Также игра могла похвастаться неплохой стилизованной графикой и милым сюжетом о спасении мира от вселенского зла. По всем фронтам крепенький такой эксклюзивчик. И на радость ПК-боярам, Gravity Rush благодаря Vita FreeKey теперь полностью проходима на компьютере. Правда, у вас очевидно должен быть геймпад с функцией гироскопа, иначе никак. И работает он здесь сносно. Не хуже, чем в порте для четвёртой плойки. Разве что у ворот забинженный на слайд по сенсорной панели может вызывать дискомфорт, но это уже дело привычки. В остальном всё отлично. Стабильные 30 кадров при 5К разрешении, очевидная чёткая картинка и вполне удобное управление. Иногда, конечно, тени могут глючить, но это случается настолько редко, что почти не обращаешь внимания на такую мелочь. Также мне кажется, важно отметить такую деталь, что кроме Vita и PlayStation 4 игра больше нигде не выходила. Так что во время прохождения можно потешить себя тем фактом, что ты сидишь и гамаешь в игру с восьмого поколения на своей пеке. Поверьте мне, ребята, которые любят возиться с эмуляторами, получат от этого особый эстетический кайф. Вообще, подобных экзов с PlayStation 4 на Vita достаточно. Soul Sacrifice была норм, но жалко, что на Vita не было своего Monster Hunter, наверное. Кэтринфул, Бадди, танцевальные персоны и ряд других проектов показывают на эмуляторе завидную работоспособность. Но это всё детский сад в сравнении с тем, что ждёт нас дальше. Существует огромный список игр, которым было откровенно тесно в рамках портативки. Я говорю о Assassin's Creed 3 Liberation, втором Borderlands и девятом Mortal Kombat. Блядь, девятый Mortal Kombat. Я помню, все такие, блядь, на PS Vita будет девятый Mortal Kombat. Это был ещё там 12-й год, когда, ну, PS Vita хайпила. Все такие, блядь, Mortal Kombat. А потом люди увидели, как он там выглядит. Он выглядел ебично. Типа такие, блядь. И когда, а когда Sony показали то, что да, PS Vita, мы на неё не забили фуй, у нас будет Borderlands 2. И спустя год она вышла, блядь, лучше бы не выходила. На оригинальном железе эти проекты еле как выдавали 480p разрешения. И также с особым трудом могли держать планку хотя бы в 25 кадров. Естественно, я не мог отказать себе возможности протестить всё это на своём компьютере. И пойдём по порядку. Сразу отметаем в сторону кредо-убийцы. Так же, как и Дрейк, Авелина в этой версии игры пристрастилась к веществам, изменяющим сознание. Зато фреймрейт стабильный. Ура. Ждём патчи. С Mortal Kombat'ом дела пошли куда лучше. Просто посмотрите, как Mortal Kombat выглядел на PS Vita. Типа, блядь, он выглядел... Блядь. Остенка настолько чёткая, что можно порезать глаза. График фреймрейта держится на стабильных 60 фпсах. А задержки в управлении и в помине нет. Абсолютно всё то же самое можно сказать и о второй борде. Идеальная плавность при высоком разрешении. Borderlands мне, кстати, было особенно интересно потестить. Прямо так и любопытно было посмотреть, на какие изощрения пошли разработчики, дабы впихнуть крупный бюджетный ААА-шутер в рамки мобильного устройства. В общем, то вы и сами видите на своём экране. Вездесущее мыло, нулевая детализация, хреновая дальность прорисовки и, естественно, никакого физикса. Блин, да тут даже враги при смерти просто испаряются. И даже так игра умудрялась дичайше фризить и лагать на оригинальном железе. К сожалению, у разрабов не получилось прыгнуть выше головы. Также в Borderlands мне снова дали знать о себе проблемы с управлением, а именно отсутствие на геймпаде задней панели. А на неё, между прочим, был назначен спринт. Благо, конкретно в этой игре в настройках можно сменить раскладку. Но ведь существует ряд игр, в которых нет такого пункта в меню. И как решать эту проблему в них, мне не совсем понятно. И вот вы, наверное, всё это сейчас слушаете и задаётесь вполне простым и понятным вопросом. Нахрена? Ну, в смысле, зачем ты нам рассказываешь про эмуляцию игр, которые можно спокойно взять и пройти на компьютере с более чётким графоном и без танцев с бубнами? Ну, как минимум из-за того, что в феврале 2023 года эмулятор посетил смартфоны на андроиде. И вот, учитывая этот факт, всё вышесказанное обретает смысл. Ведь кто откажется во время поездки в метро погонять на своём Xiaomi в ту же условную борду? Ну, или Gravity Rush, например. Хотя, скорее всего, страны вы будете выглядеть как идиот. И вот, казалось бы, игры я потестил. Может быть, пора на этом остановиться? Хе-хе. Нет. Мои вкусы довольно специфичны, знаете. Нравятся мне всякие разные... А знаете, что было бы прикольно? Взять Call of the Mercenary на эмуляторе. И попытаться возродить в нём мультиплеер. Вот это было бы охуенно. ...извращение. Именно по этой причине я пошёл ещё дальше. И попытался установить на приставку Homebrew приложение. Начал я с эмулятора PSP. Да, дорогие друзья, на эмуляторе Vita я запустил эмуль PSP. Чтобы стартануть на нём эмулятор PlayStation 1. Гений. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Ни через прямую установку, ни через легендарный Vita Shell. Оба приложения, к сожалению, отказались запускаться. Но без контента я его всё равно не отпущу. Ибо своим следующим шагом я попытался запустить на эмуляторе доморощенный фанатский порт третьей GTA-шки. И... А, да, кстати, на пиратскую Vita, насколько я видел, да, действительно, портировали GTA 3, GTA Vice City. Ёбнутые. И... Лучше не спрашивайте. Короче, ребята, давайте уже переходить к выводам. Эмулятор Vita FreeKey, 3К, как хотите называть, очень перспективная разработка. Но, к сожалению, пока что слишком сырая. Да, она запускает довольно обширный список игр, но при этом самые главные блокбастеры на ней либо вообще не работают, либо делают... Не-не, GTA Vice City 3 и San Andreas никогда не было на PS Vita. Их именно портировали, я так понял, с PS2 или что-то подобное. Это со скрипом. Ну, типа, фанаты уже. Также всё ещё остаётся открытым вопрос реализации задней сенсорной панели и камеры. Я буду следить за развитием проекта, искренне верить, что ребята его доделают. И что Sony не начнут вставлять им палки в колёса. Однако, на данном этапе эмуль может пригодиться только людям. Я бы хотел, чтобы Sony анонсировали какую-то новую портативку. Типа, я понимаю, что Sony, скорее всего, хуй забьёт, но, блядь, хотелось бы реально что-то. Вот конкурента Switch'а, я люблю пиздец, портативные консоли. Любителям достаточно специфических жанров. Типа, ритм, игр, джерпг и визуальных новелл. Ну, или же хардкорным мобильным геймерам. Типа, PS Vita, на самом деле, сейчас уже не актуальна лично для меня. Потому что все игры, которые я играл на PS Vita, они на ПК вышли. Ну, кроме там Soul Sacrifice и Uncharted Golden Abyss. Ну, мне на них похуй. Gravity Rush можно по обратке на PS5 пройти. А так, всякие визуальные новеллы все вышли на ПК. Японские RPG все вышли на ПК. Та же Persona 4 Golden. И с намного большим комфортом все это можно пройти. Поэтому PS Vita, она была хороша на свое время. Но благо, слава богу, что все эти игры удалось с нее вытащить. И все они прекрасно работают на ПК и на других консолях. Так что, блядь, респект. Блядь, респект. И Birбед.